Задание номер 10 из 121-го тренировочного варианта ЕГЭ Ларина Александра Александровича. В дне цилиндрического бака имеется кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в сантиметрах, меняется по закону. H от T, я сразу буду записывать то, что нам пригодится. H от T равно AT квадрат плюс BT плюс 96. А это какая-то константа, она равна 0,6. Сантиметры просто надо проверить, чтобы все выражалось в одних и тех же единицах измерения. То есть сантиметры, минуты и здесь везде в минутах, сантиметрах и так далее. То есть ничего переводить в какие-то другие единицы измерения не нужно. То есть если все в одних и тех же единицах измерения, то мы ничего не переводим. На всякий случай подпишем. То есть сантиметр на минуты в квадрате. Далее. B нам неизвестно. Значит скорее всего B нам нужно будет найти. T время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. Известно, что через 10 минут после открытия крана вся вода вытечет из бака. Что это значит? Это значит, если мы вместо времени T вот сюда подставим 10, то высота столбы воды в нем станет равной нулю. То есть вытечет вся вода. Высота столбы, столба воды будет равна нулю. Значит что это значит? Это значит, так и запишем. H от 10 нам известно. H в точке 10. Нам известно. Это высота столба через 10 минут. Она равна нулю по условию задачи. Далее. Каким будет уровень воды в баке через 6 минут после открытия крана? Это значит, если мы сюда подставим вместо T 6 минут, то есть число 6, то нам как раз и нужно будет найти вот эту высоту столба жидкости. Мы вычислим ее по данной формуле. То есть по сути дела нам нужно найти значение функции H в точке 6. Так и запишем. H в точке 6. Нам нужно найти. Сначала будем использовать вот это условие. Оно нам не зря дано. Скорее всего оно дано для того, чтобы найти неизвестную константу B. Вот эту постоянную. Поэтому попробуем с данного равенства. H в точке 10 равно нулю. И посмотрим, что мы оттуда сможем извлечь. Подставим в данное равенство вместо T 10 везде. 10, вот сюда тоже 10 и сюда тоже 10. А вместо H, то есть H от T, само все это H, само H будет равно нулю. То есть по сути дела, если мы подставим вместо T 10, то нужно будет H приравнять к нулю. Так и поступим. То есть подставляем вместо T 10 сначала. То есть у нас тогда получится A умножить на 10 в квадрате. Вот я вместо T 10 подставляю. A умножить на 10 в квадрате. Плюс B умножить на 10. B умножить на 10. Плюс 96 равно нулю. То есть мы вот это все приравниваем к нулю. Потому что высота столба жидкости будет равна нулю. Вода вытечет. Что мы тогда получим? Вот здесь вот можно было сразу вместо A подставить значение 0,6. Ну сейчас это сделаем. Значит вместо A подставляем 0,6. Умножаем. Я уже говорил, что одни и те же единицы измерения. Значит мы не будем их вообще писать. Значит 0,6 умножаем на 10 в квадрате. Это 100 плюс 10B и плюс 96 равно нулю. Попробуем найти отсюда константу B. Тогда 10B оставляем в левой части. 10B оставляем. А в правую часть переносим. Что у нас получается? Вот здесь у нас получается 100 умножить на 0,6. Это будет 60. Потому что она запятую передвинут на 2 знака вправо. Получается 60 и плюс 96. То есть получается 156. Если мы перенесем 156 в правую часть. То у нас будет число 156 со знаком минус. То есть получается минус 156. Откуда B равно минус 156 разделить на 10. И в итоге получается минус 15,6. B нашли. А теперь наша главная цель это H в точке 6. Вот что это такое. То есть значение высоты столба жидкости через 6 минут. То есть нам нужно найти это значение. H в точке 6 равно. Подставляем. Вот в эту формулу. Вместо T подставляем 6. Вместо A подставляем 0,6. И вместо B мы подставляем то, что мы нашли. Минус 15,6. То есть тогда у нас получается A. А это 0,6. Сразу запишем 0,6. Умножить на T в квадрате. Вместо T 6. Получается на 6 в квадрате. Плюс B. Но B равно минус 15,6. Значит поэтому пишем минус 15,6 вместо B. И умножаем на T. А T равно 6. То есть T равно 6. А далее. И плюс 96. Остается только посчитать. Что тогда у нас получается. 6 в 6. 36. 36 на 6. Это получается 216 и один знак после запятой. То есть у нас тогда получается 21,6. Далее. Минус. 6 в 6. 36. Так. Сразу 6 пишем. 6 пишем. 3 запоминаем. 6 у 5. 30 до 3 запоминали. 33. 3 запоминаем. И 6 у 1. 6 до 3 запоминали. 9. Это я умножил 6 на 156. Но у нас один знак еще после запятой. 15,6 было. Значит получается 93,6. И плюс 96. 6. Равно. В итоге получаем. В итоге получаем. В итоге получаем равно. Как тут проще всего сделать. Ну предположим. Вот давайте вычтем. То есть от 93,6 вычтем 21,6 и запишем со знаком минус. У нас тогда получается 72 со знаком минус. То есть получается минус 72 и плюс 96. 96 минус 72 будет 24. Это значит, что в ответ мы должны записать число 24. Задача решена.